На сегодня в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в области находится 2733 ребенка. Однако это при том, что в семье устроены более полутора тысяч воспитанников детских домов и интернатов, что почти вдвое больше, чем за такой же период прошлого года. Долгое время в Орле существует институт приемных родителей, которых активно поддерживает администрация. Хотелось услышать, каких результатов мы достигли, как воспитываются дети, все ли получается у приемных родителей. Своим опытом и достижениями на встречу делились не только те, чья семья уже стала больше, но и будущие родители, которые готовы взять на себя такую ответственность. Мне звонила мама, у меня пять. Мы учились с двойки на тройку, с тройки на двойку. Теперь мы практически отличники. Зачем это все? Ну, все равно как-то вот. Жаль, ты видишь, уже жалко. Все это забрали. В развитии она вставала у нас очень сильно. Силу приложили не могла. Сейчас она учится в первом классе. Девчонка смешковая хозяйка. Очень хорошая, шустренькая, подвижная помощница. Очень хорошая. Теперь она болтает, что надо, что не надо. Где надо, где не надо тоже. Жаль. Михаил Берников поддержал инициативу родителей по созданию общественного совета, но предупредил, что количество чиновников в нем должно быть минимальным. Потому что вы будете выступать от имени общественного совета, от имени всех приемных родителей. Мы поддержим. Мы поддержим. Мы поддержим. А не надо перебросить чиновников. Пусть начиновать при своей работе. И пусть они ее выполняют хорошо. Менее 10 тысяч рублей в месяц – такова сумма, выделяемая сегодня на содержание детей приемным родителям. Но даже несмотря на это, количество ребят в детских домах медленно, но сокращается. И задача властей – сделать так, чтобы эта тенденция продолжилась. Андрей Желяев, Наталья Камиш и Андрей Борискин. Для программы «Оперативный эфир». Продолжение следует.